всем привет друзья с вами мастерская air motors и savage кастом с в общем ребят смотрите сегодня хочу просто наверное такой провести беседу разговора накипевшим наверное это для владельцев мототехники для тех кто ее старается покупать вот и т.д. и т.п. смотрите в общем стоит у меня вот honda dio 35 пригнал ее человек первый раз я посмотрел померил компрессию тут компрессии в принципе нет семерка с лапки там в натяг по дороге порвался тросик мы ему склепали его короткий понятное дело но в общем он на нем уехал кое-как там до дома доехал больше запустить не смог дальше смотрите 13000 рублей вот это вот это куплено у школьника дрочера малолетнего который умудрился пиндюрить вот такой поршневую 72 куба поршень вот он цилиндр хотят все выдавить из него вот ладно бы в пиндюриум но первое не было части кожуха обдува цилиндра малой то есть была который со стороны генератора где должна стоять крыльчатка вот и мало и не было но это тоже пол беды когда сняли большой кожух я посмотрел а там и крыльчатки то нету я думаю ёпта ну хуй с ним разобрали вот такой вот чудесный замечательный задранный поршень весь такой же цилиндр весь он там задирах то есть но в принципе это все утиль помойка получается здесь даже видно что пытались прорываться газы полосочки он есть что еще раз сайлентблоки чтобы понимали вот такие сайлентблоки уже стояли и вот это вот продавлено это продавлено маятником то есть он был смещен двигатель и насупонен на маятник не было центральных втулочек от слова совсем а нет вру на одном было где-то она тут валяется на одном только на вот этом было и вот так вот он был на маятнике одет видно канавку это вот третий малый мы все поменяли кстати сайлентблоки ставлю вазовские сейчас я вам покажу вот такие сайлентблоки я ставлю они довольно надежные их надо единственно подогнать по размеру вот он родной ну то есть он почти почти подходит только срезаем с двух сторон вот эту часть две резиночки сначала канцелярским ножом убираются и потом уже срезается болгаркой вот эта металлическая втулочка вровень с наружной обоймой получается почти такой же сайлентблок по диаметру они совершенно одинаковые вот то здесь вот принципе с этим мопедом тут менять 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 на что я смог убедить человека ну опять же на что у него хватило денег это вот поменять поршневую на данный момент сайлентблоки понятно тросик газовый новый заказали что у нас там еще что у нас еще игольчатый подшипник это обязательно при замене любой поршневой я сразу меняю нормальный ставлю игольчатый подшипник в общем еще что-то фильтр он уже и так купил китай а топливный фильтр китайский которые здесь вот выскакивает постоянно короче будет работать скорее как кусок говна но нового не захотел на разборке брать оригинал бушный с японии который привезем без пробежек вот купил крыльчатку получается болту вообще слова совсем не было ни в крышке не вариатора нет один был или два не помню один был оригинальный болт вот остальные все были там шестерочки стандартные заказали с разборки вот такие вот болтики различные тоже привезли нам крыльчатку получается вот этих вот болтах держалась кожух обдува ну а должны быть тем кто занимается хондами у кого было хонда ремонтом и прочей хренью знает какие должны быть вот такие вот в общем заказали все поставили сейчас у нас проблема это развалилось сцепление одна колодка рассыплась ну по крайней мере пока еще не заглядывал туда вот кусок от нее получается откололся пружина висит будем разбирать короче клинит когда качешь назад проворачивается двигатель это будем разбирать смотреть уже далее ребят ну это бы все хер с ним наверное заметили нету бензобака но зато есть маслобак на данном мопеде маслобак используется в качестве бензобака вот она шлангочка без фильтра без нихера сразу подключалась в карбюратор вот такая прокладочка стояла между впускным коллектором и карбюратором мы тоже новую заказали теперь я разобрал очистить карбюратор ну шмурдяк там понятное дело в любом как и в любом карбюраторе есть вот кто мне скажет чего здесь не хватает то что здесь должно быть скорее мастера если смотрят да либо человек который очень хорошо разбирается в этом а здесь должна быть флейта выходящая вот отсюда под электроклапан я еще не знаю что там с электром клапаном я его не снимал еще пока флейты нету вот и соответственно херовым мастерам придется искать флейту ставить эту флейту за свой счет дабы человеку все работало нормально вот так вот ребята порой херовые мастера как там все говорят лишь бы денег срубить да то нет друзья тут дело не в деньгах тут дело в первую очередь в имени да там чтобы мне не неякалась не этот самый не проклинали меня приезжали ко мне то есть я это сделаю но уже за свой счет найду флейту ведь то есть человеку это ничего не будет стоить мне это мелочь как бы вот двигатель будет работать устойчивее и запускаться будет лучше так что друзья вот так вот и вот людей не убедишь в том что если мастер говорит что необходимо там одно поменять там другое поменять третье он думает блять ну ну давай начнем сэкономить на чем тут можно экономить если она все в рот взявшие вот реально я еще не знаю что там сальниками сейчас поршневую поставил сцепление посмотрю будем пытаться запускать поставлю крышку кикстартера будем запускать вот карпо чищу чтобы понять хотя бы работает оно или нет заказывать сальники менять сальники там лезть дальше и т.д. и т.п. то есть я понимаю что как бы бюджет порой не позволяет но блять но если не позволяет не надо брать вот такие дрова потому что вот эти дрова особенно после школьников их только в утиль свалка блять в лучшем случае ну хер с ним на разборку можно вот что блять это не мопед вот реально и здесь из пластика ну вон полик есть лежит от него сейчас я вам покажу полик задняя часть лыж нету и унитаз это весь пластик также это вся проводка которая на нем есть чтобы понимали не света ничего не работает как говорится света отказалась работать вот но правда и замок зажигания уже плюс так что друзья когда покупаете технику думайте головой зачастую то что вы покупаете вот этот работа на уже материал это реально хлам это максимум запчасти там картера в лучшем случае может быть может колеса может быть сцепление не знаю траверса там перья кстати замерли как их пробило да там так они и замерли вилка не работает от слова совсем это тоже деньги тут же ремкомплект он сейчас стоит денег блять пиздец и он идет китайский поэтому мне кажется такое вообще нет смысла восстанавливать такое надо разбирать такое надо в металлолом сдавать подножек нет ничего нет абсолютно вот такой вот хлам еще он один не там пригнали тоже после нашего местного мастера которого зовут толик который делает дешево мопед простоял как человек сказал пять месяцев но он поехал сегодня забрал мастера не нашел этого короче вроде как поршневую поменяли там проводку должны были сделать ни хуя не сделали блять чё еще на ебнулась у него лапка получается крышка полностью рассыпалась аккумулятор проебали где-то был аккумулятор вы просто проебали нет аккумулятора или ты себя мастера застал отпиздил бы его он тоже за 10 рублей мопедрос сейчас я вам принципе покажу вот но вот тогда я как бы наслышан этом мастере не очень хорошо но я не хочу никого обсирать как бы я не знаю как он делает ничего не могу сказать честно ничего абсолютно не могу сказать говоря он говорит что он делает дешевле меня мы так с ним как-то скользь общались но зато на запчастях он делает ебучую накрутку мне привозят грубо говоря там по цене магазина запчасти а он на эту цену которая по цене магазина привозят накручивает еще то есть допустим поршневая стоит там 3500 да он просит там за 6 за 6 500 чтобы человек если будут звонить который привозит запчасти чтобы он подтвердил что она типа так стоит но вы можете представить себе есть такие мастера я понимаю конечно что у нас сейчас рыночная экономика там все предприниматели раньше это была спекуляция сейчас это предпринимательство кажется как может так и зарабатывать но сука блять не я не знаю не сто процентов наценки как минимум да там она там и так уже на цене на на цене на на цене на 200-300 процентов на эту сраной поршневую они там приходят за три копейки с китая через кучу фирм цена получается там три двести три пятьсот это уже там на цене или больше трех ста процентов но хрен си может быть больше 200 плюс еще сто процентов это ж куда блять какие ворота машину дешевле получается обслуживать чем вот данную технику так что ребята вот как-то так что сейчас покажу вам другой мопедрос это китайчик четырех так мы тоже печальники про который я сейчас рассказывал пойдемте смотреть так ну вот друзья собственно китайчик человек не знает запускается он не запускается работает не работает он печальники тоже забрал его от мастера проводку а он его получается как он забрал от одного мастера там блять не застал его ни хера толком не сделали привез он мог другому тот им сделал проводку все вот но ему необходимо менять ставить аккумулятор и менять крышку вот он пригнал ко мне его ну как пригнал прикатил получается потому что в принципе запустить его не удалось вот и у того мастер он простоял пять месяцев он менял поршневую делал проводку вот как-то так ребята короче печальный до печальный агрегат не спорю есть тоже ебаный по ебаной жизнью но как говорится на езду это зачастую не влияет да и людям порой насрать вот как он выглядит главное чтобы ездил ну в общем вот так вот и мне предстоит это чудовище запустить поставить крышку ставить аккумулятор не доводите технику до такого состояния потому что реально проще выкинуть чем отремонтировать я свою работу стараюсь выполнять по максимуму на хорошо на отлично скажем как для себя все делаю да там запчасти но вот эти китайские не желают конечно лучшего но с тем что можно из них выдавить я стараюсь выдавить где-то допилить где-то доточить там понятное дело что я не могу дать гарантию на какую-то поршневую китайскую продавец на нее даже не дает гарантии то есть как я могу дать гарантию я могу дать гарантию только там на свою работу да там то что я все правильно собрал везде все болты затянул все четко протянул все поставил ничего не забыл вот на это я могу дать гарантию на вот эту работу а на запчасти ну вы извините особенно китайские никто никогда не дает гарантия так что ребят вот так вот что на этом наверное все видео и так уже затянулась это как говорится очередной крик души просто печально когда смотришь на такую технику на мастеров на вот этих вот на школа дрочеров которые продают вот эту технику на людей которые покупают эту технику потом вкладывать деньги пытается из говна сделать конфетку вот это все печально обидно жалко людей жалко технику но это как говорится жизненные реалии тут ничего не поделаешь жизнь такая порой несправедливая ну а на этом все позвольте откладиться всем спасибо за просмотр данного видео подписывайтесь на канал ставьте палец вверх кому понравилось заезжайте конечно же к нам на ремонт и не забывайте о нас рассказать своим друзьям всем спасибо всем пока пока